Приветствую вас, уважаемые учащиеся! Сегодня мы продолжаем рассматривать методы решения функциональных уравнений. Итак, решим уравнение, где неизвестной является функция f. Но в этом уравнении эта функция связана соотношением между аргументами x и вот таким дробным аргументом x плюс 1 делить на x минус 1. Мы уже рассмотрели некоторые приемы, и теперь давайте поступим таким же образом. Введем новую переменную t. То есть, если за t мы обозначим дробь x плюс 1 делить на x минус 1, то мы можем выразить старую переменную x через новую переменную t. Вот давайте этим и займемся. tx минус t, поскольку у нас есть ограничение x не равно единице, то есть, знаменатель у нас в ноль не обращается, x плюс единица. Соберем все выражения, содержащие x в одну часть, и получим t минус единица x равно t плюс 1. Ну, отсюда мы получаем, что x это есть t плюс 1 делить на t минус 1. Как только мы ввели такую переменную, да, выразили x через t, но у нас присутствует множитель x минус 1. Давайте таким же образом выразим x минус 1 через t. t плюс 1 делить на t минус 1 минус 1. Если приведем к общему знаменателю, то здесь будет добавочный множитель t минус 1. И в числителе тогда получится выражение t плюс 1 минус t плюс 1, то есть 2. 2 делить на t минус 1. Итак, что же нам дал этот прием? Ну, во-первых, у нас появилась новая переменная t. Вместо первого выражения мы получим 2 делить на t минус 1 умножить на f от t, поскольку мы и обозначили вот эту дробь новой переменной t минус f. А здесь у нас появилась, обратите внимание, похожая конструкция. Только раньше было x плюс 1 делить на x минус 1, то теперь t плюс 1 делить на t минус 1 равно t плюс 1 делить на t минус 1. Итак, если мы сейчас вот назовем первое уравнение, это уравнение 1, вот так я назову его красным, то вот получили второе уравнение, но здесь присутствует переменная t. Давайте переобозначим. Переобозначим и скажем, что теперь у нас будет вместо t обозначим x. 2 делить на x минус 1 умножить f от x минус f от x плюс 1 делить на x минус 1 равно x плюс 1 делить на x минус 1. Вот это уравнение теперь мы обозначим 2. Обратите внимание, мы с вами имеем два уравнения, в которых неизвестными являются f от x и f от вот такой дроби x плюс 1, x минус 1. Конечно же, мы можем с вами выразить одну из переменных, но в данном случае проще выразить из второго. То есть мы можем выразить одно неизвестное, я его обведу в квадратик, из второго уравнения и подставить в первое. Так, давайте этим займемся. Значит, отсюда следует, что давайте выразим f от x минус 1 делить на x минус 1 равно 2 делить на x минус 1 f от x и минус минус дробь x плюс 1 делить на x минус 1. Вот мы выразили неизвестное неизвестное, которое присутствует у нас в первом уравнении, и тем самым мы получим с вами после подстановки одно уравнение, в котором будет только неизвестное f от x. Давайте этим займемся. x минус 1 умножить на скобку, а в скобке будет 2 x минус 1 f от x минус x плюс 1 делить на x минус 1. Так, вот такое выражение будет. Минус f от x равно x. Все, мы получили одно уравнение, в котором неизвестна является функция f от x, и мы ее можем выразить через аргумент x, через переменную x. Итак, после раскрытия скобок, учитываем, конечно, что x не равно единице, поэтому получаем 2 f от x минус, после умножения мы получим минус x минус 1 минус f от x равно x. Ну и отсюда мы делаем вывод, что f от x это линейная функция вида 2 x плюс 1. Итак, задача решена. Мы нашли функцию, в данном случае это будет линейная функция, которая удовлетворяет вот такому функциональному уравнению. Давайте проверим, что да, действительно эта функция удовлетворяет данному уравнению. Для этого мы проделаем, подставим это выражение в 1 и докажем, что действительно получается тождество. Для этого мы должны найти f от x плюс 1 делить на x минус 1. Давайте найдем f от x плюс 1 делить на x минус 1. вместо аргумента мы подставляем вот эту дробь. Значит, 2 умножить на x плюс 1 делить на x минус 1 плюс единица. Давайте упростим это выражение и приведем к общему знаменателю. 2 x плюс 2 плюс x минус 1. И в результате получаем 3 x плюс 1 делить на x минус 1. Тогда, если мы умножим на x минус 1, то получим, обратите внимание, знаменатели сокращаются, получится 3 x плюс 1. Все, мы эту конструкцию знаем. И наша задача вычесть f от x. Давайте я сразу напишу минус f от x, чтобы можно было сложить. Затем, я подчеркну. Значит, минус f от x равно минус 2 x минус 1. Так вот, если мы сложим два вот этих вот равенства, то есть вот оно, первая левая часть, правая часть, ну, с учетом, что это минус f от x, то мы получим левую часть исходного уравнения, а справа получим x. То есть действительно отсюда следует, что мы доказали, что 1 становится тождеством. То есть отсюда следует, что это мы получаем выражение для 1, которое становится тоже. То есть действительно левая часть тождественно равна x, правой части. Тем самым задача решена полностью. Итак, давайте сделаем обобщение. Что же являлось методом решения такого уравнения? Поскольку у нас здесь две неизвестные, два неизвестных выражения, вот так скажем, это f от x и f от x плюс 1 делить на x минус 1. Надо подобрать такие замены переменных, чтобы мы получили новое уравнение, но в котором бы присутствовали одно из этих выражений, одно из этих переменных, чтобы можно было выразить одну через другую и найти. Иногда не удается сразу получить, у нас получилось два уравнения с двумя неизвестными функциями. Не всегда так удается. Может быть, три уравнения с тремя, но тогда тоже можно выражать последовательно. Основная идея это находить такие подстановки или замены, чтобы удалось выразить неизвестную функцию через переменную x, через аргумент x. Вот, задача решена полностью и ответом является такая функция.